Жизненная ситуация Станислава Комарова из Симферополя прозаична, но от этого не менее жестока к спортсмену. Как и на дорожке, все решили секунды. В прошлом альпинист сорвался со скалы и с тех пор видит собеседников исключительно снизу. Честь и мужчина не потерял интерес к жизни с головой, окунувшись в любимые хобби. Пробовал себя в атлетике, сегодня тестирует новое транспортное средство. Вместо обычной коляски трехколесную для езды лежа. Она быстрее едет, но чуть сложнее управляется. Есть нюансы. Сидишь по-другому, мышцы другие работают. И таких стойких энтузиастов здесь 50. Разного возраста и пола все объединены одной бедой, но вместе с тем и страстью всей жизни. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Это об Ольге и Михаиле. Девушка из Германии попала в ДТП и повредила позвоночник. С тех пор проходит реабилитацию в САКах уже 15 лет. Мужчина регулярно участвовал в местном парамарафоне. Теперь они не только супруги, но и спортивная семья. Я спортом все время немножко занимаюсь, потому что надо поддерживать себя после травм, чтобы в нормальном состоянии оставаться. Все почти как в настоящем марафоне. Те же 42 километра дистанции под изнурительным крымским солнцем. Когда-то такая нагрузка была забавой для Алексея Метлы, мотоциклиста-фристайлера, в прошлом чемпиона России. Его травма несовместимая с прежней карьерой и ходьбой. Здесь самая свежая. Получил ее всего два года назад, но с пути не сошел. Спортсмен остается спортсменом, неважно, на коляске он, либо на мотоцикле, либо он в спортзале. То есть мозг уже не переделать, он работает в правильном направлении. То есть сам себя восстанавливаешь, сам работаешь. Почему бы нет? Это тоже гонка, интересно. Новые лица, новые гонщики, сильные спортсмены. Почему бы нет? География с Киевского берега не знает границ. Специально для того, чтобы выехать на дорожку, рука об руку с единомышленниками, спортсмены-паралимпийцы преодолевают тысячи километров. Кто-то едет из далекой Сибири и стран ближнего зарубежья. Некоторые участники уже старожилы марафона, который проводится в САКах 17 лет. Но и те, кого судьба заставила дырнуть в спорт с головой впервые, не сдают позиции более опытным. Были такие новички, которым уже мы говорили, что все, уже время закончено. Не, мы говорим, будем идти до упора полностью 17 кругов и 34 круга. Это, конечно, очень радует. САКский марафон – эксклюзивный крымский спортивный продукт. Его отличительная особенность – в скоростных кондициях и выносливости соперничают исключительно люди с ограниченными возможностями. Подобный заезд проводится и в Москве, однако в его рамках на дорожку выходят также любители бега с инвалидностью. По сути, Скифский берег – единственный российский марафон на колясках – продолжение первой всесоюзной спартакиады инвалидов, которая в 1989 году также прошла в САКах. Тарас Березицкий, Александр Рыбин, Сурбановостей ТВ, САКи.